Всем привет! Сегодня у нас с вами будет очень коротенькое видео, и оно особенно будет полезно начинающим визажистам. Я очень хорошо знаю, сколько стоит косметика, и если покупать ее для себя это одно, а если хочешь стать визажистом и нужно купить реально целый кейс косметики, то это очень-очень-очень много денег. На самом деле даже стартовый какой-то набор может обойтись не меньше, чем в 1000 долларов, так это точно. И на каких-то вещах реально можно сэкономить, и многие боятся экономить на чем-то, потому что сейчас, конечно, визажистам стало работать сложнее, косметика стала более распространенной, и клиенты, когда их красят, они зачастую уже видят, чем их красят, и если там вдруг Maybelline, а не там MAC, или что-то там, что они себе представляют как крутую марку, они могут так посмотреть и сказать, ума, а что вы меня красите, там, например, вот этим, а не вот этим, а что у вас профессиональной косметики нет, ну и так далее и тому подобное. С этим, я думаю, сталкивались довольно многие, и я думаю, что сейчас, наверное, все визажисты со мной согласятся, что, наверное, ни у одного визажиста нет кейсов, в котором исключительно только какая-то люксовая косметика, или исключительно профкосметика, у всех всегда там такой винегрет, который состоит и из профессиональных марок, и из люксовых, и из бюджетных каких-то, и из вообще каких-то совсем дешевских, потому что, ну, как бы, нет такой универсальной марки, которая бы подошла по всем категориям всем. Я сейчас не говорю о том, что реально можно там сэкономить, купить что-то дешевое и плохое по качеству, и этим, как бы, красить своих клиентов, нет, я говорю о том, что есть некоторые товары, которых, возможно, упаковка не такая уже и презентабельная, и выглядят они не очень дорого, но качество у них при этом абсолютно превосходное, даже лучше, например, чем у каких-то более дорогих аналогов. И что делать в таком случае? Вот если вы хотите, вы знаете, вы проверили какой-то определенный косметический продукт, вы знаете, что он работает хорошо, но в то же время, ну, не презентабельная у него упаковка, ну, недорогая, ну, как-то выглядит оно не очень хорошо, что я вам советую делать? Я вам советую делать палетки. Это не купленная палетка, это я отдельно на каком-то китайском сайте заказала, по-моему, на Байн Коинс. Заказала вот такую вот штуку, это вот такая вот, как холдер для таблеток, или я даже не знаю для чего. Здесь вот такие вот ячеечки, пластиковая штучка такая, в общем-то, и из такой вот аналогичной пластиковой штуки я сделала палетку помад, которая, ну, конечно, нельзя сказать, что она полностью напоминает Make Up For Ever, но, например, у Make Up For Ever есть аналогичная пластиковая штука, которая стоит ужасно дорого с их тонами и с такими цветными базами, как там это называется, Flash Palette или как-то так, стоит огромных денег, хотя на самом деле всего-то пластиковый вот такой вот контейнер, в котором залито содержимое. В общем-то, что я здесь делала? Я сюда засунула все помады, которые имеют хорошие оттенки, хорошо лежат на кубах, хорошо смотрятся и так далее и тому подобное, но у них либо дурацкие упаковки, которые большие по размеру, либо просто они непрезентабельные. И о чем я сейчас говорю? Вот, например, у меня сейчас вот я вам показываю две помады от Wet n' Wild, оттенки Think Pink и Sugar Plum Fairy. Вот эта помада, одна из, самых просто офигенных помад, которые я вообще когда-либо встречала, во-первых, она работает сразу как две помады. Если ее нанести очень легким таким слоем, то она создает очень красивый такой ягодный натуральный оттенок губ. Если ее нанести в полную мощь, то это такой именно глубокий, даже не знаю, как сказать, такой глубокий, сливово-винный какой-то оттенок. И с вот этой помадой зубы просто белоснежными кажутся. Вот реально она настолько крутая в этом плане. Но вот если вы из кейса достанете вот такую помаду, которая реально кажется, что она стоит 2 доллара, что на самом деле так и есть. Она стоит 2 там с копейками доллара. Никто из клиентов не обрадуется, что его сейчас будут красить такой помадой. И в то же время, когда вы достаете вот такую вот самодельную палетку, не создается сразу впечатление того, что, о боже, что это вообще такое, чем меня сейчас будут красить. Потому что, по сути, как бы никто не знает, что это. Здесь нет никакого бренда, здесь нет никакого логотипа, там, крутого или не крутого. И вот по моему личному опыту люди просто чаще даже вообще не спрашивают, что это, чем спросят, там, допустим, а что это за бренд, что это за палетка, где такое можно купить. Вот если я достаю вот что-то такого типа, то сразу начинают смотреть и говорить, а что это, а что это вообще такое, что за марка, я такую не знаю, какая-то она такая себе. Ну, короче говоря, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть есть продукты, которые реально классные, но просто из-за того, что у них не очень хорошая упаковка, визажисты часто их побаиваются, наверное, вот так вот, вложить их себе в кейс. На самом деле я вам советую делать палетки из всего, что вы считаете хорошим, что вы считаете проверенным. Если вам не очень комфортно именно в оригинальной упаковке носить это в чемодане в своем кейсе, то делайте палетки. И что касается того, как я конкретно сюда помаду засунула, то все очень просто. Я взяла просто помаду, срезала саму вот эту вот помаду ножом и туда примяла. То есть даже не плавила, потому что после того, как вы плавите, может немножко поменяться текстура и ухудшиться она может тоже. Поэтому просто можно вот такие вот вещи, как помаду, срезать ножом и туда как бы приминать и вот таким вот образом получить какую-то вот такую вещь. Короче говоря, надеюсь, видео было полезным. Экспериментируйте, пополняйте свои кейсы визажиста, не обязательно там супер-супер люксом каким-то или профкосметикой. Если вы уверены в качестве, то вас не должно останавливать то, что это какой-то недорогой бренд. Если вам понравилось мое видео, то не забудьте поставить палец вверх перед уходом. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И мы с вами увидимся в следующем моем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok